Ну вот, смотрим, 6 сверху, 6 бойцов у нас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть еще на ультик оператор и механ, да, и механик-лодитель, соответственно. По расположению людей, это, опять же, мое субъективное мнение, как должно быть, то есть ни хана, ни 8 метров, вы будете как в кире, блядь. Если машина головной подобит, вы просто замкнете, вы не сможете развернуться уже. Просто начнет долбить на кровати, как правило, техника сжигает. Расстояние должно быть, опять же, по моему мнению, ну это минимум 30-30, так, полтинникно. Ну, лично я поставил 50-70 метров, между машинами поставил. Впереди головная машина, разведозор выставил бы. Само собой еще бы БПЛА бы запустил. На удалении 200-300 метров от колонны бы пустил. Ну, 200 метров бы зарядил, чтобы она шла, просматривала. Вот, ближайшие там районы, там, зеленка, если имеется, такая тоже, просматривал, что дорогу всю полностью. Ну, в идеале еще должна, если инженерная разведка, все должна идти, в идеале. Это на предмет обнужения фугасов и прочих комитетов, всякие. Да, зарядов, ну. По расположению людей теперь. То есть, когда люди насадятся на броню, вот в этом случае у нас танки, броня едят, да? То есть, впереди, вот, разберем головную машину, допустим, ну, передний у трех шлагелов, разведозор, назовем это так. Люди расположены именно вверх, потому что ехать внутри, когда едешь, ты ничего не видишь. Людям и так страшно, когда они заезжают в зону, в опасную зону, в зону, в зону, в зону, в зону, в действие, они ни хрена не видят. Когда сидишь в батаре, тебе страшно, ты, ну, ты себя не оцениваешь. А когда сидишь на броне, ты видишь все. Да, когда там какие-то осколки могут быть, задевают, может, но. Может, длик заклинит, ты можешь не успеть вылезать оттуда. Поэтому лучше ехать на броне, потому что у вас обзор открывается. А когда ты ешь в броне, едет механик и наводчик, они не видят. Ты, 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 смотришь, у них ограниченная видимость. Пока у него нет посмотра. Представляешь, если будет РПГ стоять, где-то будет РПГ еще не будет работать. Возьмут вас в подкову, будут долбить нас. Или что-то еще подобное, там, либо справа, либо слева. Вы не увидите, вас сожгут. А когда ты ешь на броне и грамотно держишь сектора, ты все это видишь, просматриваешь. Ну, шансов больше, что это увидеть. пулеметчика садить назад сюда на десанты и у каждого бойца должны быть в секторах наводчик смотрит на 12 часов, мы делим, то есть правой делимся, да, допустим, вот, соответственно, разбираем по часам, вот, 12, час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, вот. Это мы вообще самоработаем, сразу определяемся, то есть механик, наводчик, оператор, беру сектор в 12 часов, правый боец делит, то есть начинает, по 12 до часу пошлет у него оригиды, выбирает, то есть сектор ответственности у него, далее, раскидываем, у них, соответственно, там свой будет, цитерблат будет уже, это будет, в общем, на колонну раскинул, атаку не пошло, там будет, два, то есть три, четыре, пять, шесть, пулеметчик смотрит у нас, вот здесь, в тыл, на шесть часов, как правило, плава зала, никем у меня не контролируется, но. И часто бывает такое, что заходит ему в жопу, начинает долбить, бывает, когда проезжает машинка, которую вы пропускаете, он ручкой помахали, такая жигули старенькая проехала, бля, вы ее нетронная гражданская, всякие, может даже белую флагу, ну допустим, бля, проехала, бля, резко машину устанавливает, оттуда встает с багажника РПГ-26, начинает дуплить вам прям в жопу, нахуй, и, соответственно, ПТР вас взыграет, и вам пиздец вот сильно броняет, два выстрела, один в жопу, другой туда прям, под башню броню, пусть сдохнете, пока разбежитесь там, вам, как ледо, на пакосте там, вот. В этом случае должен быть пулеметчик, должен контролировать, если как движение пошло, он отрабатывает, вот сюда по противнику, вот дальше разбираем, то есть контроль 11, там 10, 9, получается у нас такая вот, некая круговая оборона. Вот, видишь, все четко, после таран, ответственно, патрон находится в патроннике, уже, я бы что ни говорил, но это, опять же, как я бы действовал, у меня были бы люди, действовал бы, как недоинституты, которые нигде не было, бля, вот, действовал бы вот таким вот образом, когда мы проезжали бы опасный участок дороги, необходимо, необходимо, что сделать, когда у нас, у тебя твое штатное оружие, то есть автомат, мы проезжаем опасный участок дороги, вот, потом находятся патронники и на предохранителе, вот внутри мы проезжаем, допустим, мой сектор там будет, ну, допустим, на час, вот, у него, ну, три, четыре, пять, шесть, ну, либо делим, допустим, от часу до трех, потому что это, то есть я в другое место не смотрю, если вы будете бегать, вот так, глазами, искать, если вы бегаете на тометик, вы потеряете противника, поэтому, ты строго держишь свой сектор, вы проезжаете, ты вот, опасно сейчас дороге, и зеленка, допустим, да, там, вы на склоне и поехали, допустим, да, по дороге, там, у вас слева-справа возвышенность есть, то есть в этом случае, ты строй поднимаете сюда уже, ну, палец находится на структурной коробке, а лучше всего поставить его под, поскольку крючок низко, вот, из гиперской, бы, ну, потому что, если там, допустим, меха там подпрыгнет, или тормозет, нахуй, чтобы не было выстрела, понимаешь, нахуй, четыре раза взяли, бляй, сюда пальчик, брали бы здесь, вот, и проезжаете, смотрите, вот так, словно, не гуляешь, у тебя все, вот, проезжаешь, техника, и вот, и вот, и вот, ты просто поймёшься за ней, вот, как у тебя, допустим, это будет, и просто так, техника, и у тебя, автомат только смотрит, в свою сторону, а пулеметчик смотрит назад, ну, ему тяжело будет поднимать, конечно, но, просто хотя бы, чтобы он в таком положении сидел, заготовлено, проехали склон, всё, стволы можно пустить, снова на предохранитель, проезжает машина, допустим, как случаи бывали, проезжал лазик, буханочка, остановится, борта открывается, а там утёс стоит, ну, иначе прям петушить в колонну бить, ну, бронебольные, прям, татататар лупит, уже обшиты, внутри листами были, остальные, ну, сюда, очки с песком выложены, начинают туда петушить на, то же самое, может, машина проезжать, гражданская, могут быть, там, даже дети могут быть, кого угодно могут посадить, там, так, рядышком, все, вам, там, ручки помахали, ты на расслабонщиках, нормально, где-то дети могут, машина так же останавливается, она, начинает идти дублить, то же самое, парохожие, беженцы могут идти, с большими баллонами, блядь, идти, типа, убегают, но, то же самое, может быть, там, РПГ-26, понимаешь, одноразовые дуры, нахуй, кто-то может шмалять, начать, поэтому, проходит, кто, это всегда, ну, это, мое мнение, нужно быть на готове уже, машина поехала, уже все, ну, в идеале, конечно, это все сопровождать, уже просто постоянно проехать, все, машина едет, все, уже, в готовности, взяли на контроль, кто-то, что испугается, ничего страшного, они же, блядь, на войне находятся, че-нибудь раньше-то не уехали, это вот эти безобидные граждане могут насыпать, понимаешь, вот, если даже у них какая-то мысль была, это сделать, но, когда они увидят, что вы заряженная, и держите сектора, возможно, у них эта мысль отпадет, такие вещи с ними, если они увидят, что нет, распиздяю такие, спящие, конечно, они отработают, поэтому, когда, говорю, преодолеваем опасность, часто, дороги, либо какие-то мутные машины, всегда мы держим сектор, ее на контроль, а так, в положении, сколько вы едете, все, вот уже, патрон-патронники, все, готовность, что-то снять, сразу отработать, напихать, и пулеметчик спать не должен, у них очень большая ответственность, вот сзади, дальше, смотри, в положении, вторая машина, допустим, едет, башня смотрит вправо, 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 даже в третьей машине смотрит влево, таким вот образом, то же самое, видишь, мы, так сказать, уже некая круглоборона получается, согласен, 12, 3, 9, что, да, ну, аж на шестом пулеметчике будет сидеть, потому что башня же не может крутиться туда, ну, по идее можно, но это нецелесообразно это делать, а людей мы располагаем, вот сюда, видишь, раз, два, три, пулеметчик, раз, два, вот, а сюда уже, как бы, где башня, сюда мы людей, ну, человека не посадим, надо этому бойцу будет забирать, вот этот сектор, вот так, он забирает 12 часов, ну, дальше тут, естественно, про два уже депилита, ну, допустим, этот час, по три разбирает, ну, и так далее, ПК, ПК, смотрит в тыл, ну, и так само здесь бойцы располагаются, на броне, сверху, потому что мы все видим, что имеется, вокруг нас, если мы не дегенераты, блядь, а нормальные воины, которые знать, куда они попали, блядь, вот, то они будут держать сектора, ребята ответственные должны, у каждого, грубо говоря, свой сектор ответственности, который ты должен держать, ты должен искать, ты проезжаешь, допустим, зеленку, ты видишь, у тебя очко играет, ты ищешь, блядь, где же он, где же он, если ты будешь отвлекаться от своего, а вот ты потеряешь, вот, если тебя, говорят, с часа до трех, ты все, вот, ты держишь, другой боец, который справа слева у тебя, вот тут справа, у него с трех, блядь, до пяти, его сектор, вот так вы и смотрите, вот просто проезжаете, смотрите и контролируете, потому что бы отработать гардометр, то есть самому опытному гардометчику, минимум, да, на 2 секунды, ну, вот, самому минималу, то есть, ну, меньше, ну, невозможно взять, на 2 секунды, чтобы он вспыхнул, то есть, поднялся, навел и хлопнул в тебя, ты должен в этот момент отработать, четко надо, взять и снять его надо, вот, если ты увидел, ты не кричишь, сначала РПГ на 9, потом стреляешь, сразу долбишь и одновременно кричишь, ну, потому что, ну, пока ты пикнешь, там, блядь, он уже в тебя полетит, ну, понимаешь, машину замкнуть, здесь и вилы будут, здесь же, в принципе, даже если контакт, допустим, слева будет, развернется, завязься какие-то, ну, обычно, это будет, типа, под такой подковый будет, вот, вот, здесь машины могут, вот, сейчас сделать, развернуться могут, маневрировать, а если после метров, ну, ты, блядь, завязываешься, понимаешь, здесь обычно, куда надо бьют, если же танк едет, то бьют на подбашню, где находится экипаж, экипаж ИБК, бить по гускам, ну, что там, танк разуешь, ну, и то же самое, БМП, она тебе, блядь, развернет на башню, когда кто-то, подпитышит твою сторону, ну, поэтому они могут разворачиваться таким вот образом, вот так, например, могут, соответственно, минимизировать свой, ну, скажем так, силуэт, блядь, или так, где танк стоит, или ты так вот его развернешь на, и то тебя, если на танке, там, бронястый, хорош геомеханика, ну, сколько я знаю, я не танкис, но услышал, и так, и попасть, ну, сложнее будет, и они могут бить, то есть, таким вот образом, потому что, если поднимается решение, командир это, съебает, либо шагу до порядка не будет разряжаться, то уже, ну, каждый густ свой, там, обоим, порядок, как бы, настраивает, вот он, это же, углубляться в это не будем, но, и пока у нас сейчас задача понять, как рассадить людей, то есть, по-любому на технике, потому что мы можем многое замечать, а если будем сидеть внутри, как бы, мы ни херена не увидим, блядь, шансы, чтобы нас раздолбить, блядь, увеличивается, но, это же другой вариант, когда, там, уже мы спрыгиваем, там, с БТР, там, как десантироваться, с него нужно грамотно занять позицию, блядь, то есть, не сзади, блядь, не спереди, потому что механик может, блядь, затупить, нахуй, может задавить, может, уходим в сторону, там уже отдельно тяну, разворачиваемся, занимаем позиции, рядом с техникой находиться тоже, как бы, ну, плотно и опасно будет, может, прилететь тоже, задеть тебя, может, короче, погоришь, по технике тоже залазить не надо, нахуй, сложит, нахуй, придавит, блядь, сгоришь, что оно, он уже грамотно, блядь, с него сразу спрыгивает, нахуй, опять же, это контроль оружия, как ты, блядь, изготавливаешь, оно, вот, это тоже, блядь, один, один, блядь. В модификации ФТР-82 есть, получается, 4 люмоки, получается, да, и, допустим, некоторые, вот, толпы, если встают в этот люмок, которые, получается, телом, они будут, телом они будут, это, в плане, и вот эти, получается, вот, можно ли так целесообразно? Ну, если это стрелковый бой, возможно, да, если гранатометник, вон, засадить дживелин, который сожжет весь экипаж, ну, то я бы, я бы туда слинял вот эту крыму, вот, ну, чтобы на земле расцветочиться, ну, вариантов больше, ну, ну, я говорю, по моему мнению, ну, от вас сколько, да, помогает, какая-то броня, там, у тебя будет, ну, это да, находиться в технике, ты видишь, когда у тебя, знаешь, ты будешь, там, как за носом в заднице будешь, какие-то толпа собралась в батарина, и все бум-бумы стреливаются, пока вас будет отвлекать, вас можно, допустим, тот же самый пулеметчик отвлекает вас, а вам работает, вы, там, тюн-тюн, загибайтесь, веротоверщик обходится, допустим, вот, справа, либо слева, ну, обоих просто так зайти, даже ползком, а ползтина, их, типа, в клещи взять, и как в ебасе с обеих сторон, ну, это, либо один отвлекает, второй их уявит, ну, все, ну, я бы лично, я бы, я бы, я бы, я бы, ну, подальше, нахуй, техники вообще, то есть, по праву, по технике вообще, ну, как, уебует, ну, в сторону, ну, блядь, это, там, не такая броня, что-то, спасатель архубенов. А если цель выявили, всем разворачиваться, как бы, цель, или продолжать это цель? Да, это командир решает, деляет. Могут здесь обманкой стоять, может, здесь пару петушков, это видно, а другим здесь, есть только понятие, будет двусторонне засаданно, особенно, если вы поедете, вот, допустим, типа, ущелье будет такое, снизу будете ехать, слева, справа будет возвышенность, так как правило, это будет двусторонне засаданно, будет, вы, как на ладони, едете, сверху вас видно, вас гасить проще будет, вот их, а так, конечно, выявляется, определяется, но зависит от того, кто ставил засаданно, обычно, ну, Г-образно, ходить на полуроке, ставить ее, ну, вот, тут уже хорошо отрабатывать, разве дозор должен, вот, если это у зеленка имеется, там уже лучше людей высадить, чтобы они пошли, головняк, допустим, на угол дозор, самые опытные ребята, поднялись раз, поднялись два, чтобы они пошли, и чтобы они шли, досмотрели, или каждый курс, ну, понимаете, почесывали, шли, с радиостанцией положено, пошли, досмотрели, ну, отработали, ну, все хорошо, есть ПБС ездят, или банки-то, по-тихому сняли, ну, это в идеале будет, это же слепо уехать, но это будут виллы, короче, по-любому должна вестись разведка, это однозначно, тогда шансов выжить больше будет, вот, а так, если, ну, если, конечно, вы выявили, что реально контакт, вот, налево, допустим, или вот, вот, начиная, допустим, из 9 часов по 12 часов, вот, так, Г-образно, то, соответственно, уже туда должен направлен огонь быть, подсроеточенный и ебашить, там, возможно, будет высылаться группа, чтобы взять в клещи противника, но если он с лесополосы идет, как бы, и ты пойдешь за ним, в лесополосу, может тебя заманить, и ты посрываешь, там, блядь, заменив, ну, либо, там, минополяц делают, ну, либо УЗН-ки растянут, ну, зависит от фантазии, ну, либо за губи социона подорвают, будут съебываться, когда оттягиваться, либо заманят, как будто, будете, их нагонять будете, потом могут, то же самое, минометрами отработать, а там, в УЗН-ку, каждый сваляет ногти, потому что в нынешнее время бежать это не стоит, отработать подавили им по съебкам, идти из знакомой территории не стоит, ну, понимаешь, забегать куда-то вправо-влево, это тоже не значит, что находится, все это может предусматриваться, на каждое действие есть противодействие, тактику все изучают, на штате, куда нужно, все знают, ну, как мы работаем, понимаешь, оно для них уже давно знакомо, потому, знаешь, есть такое правило, изучайте противника, учи противника, тогда это грамотно будет, понимаешь, изучать нужно противника, как они работают, опять же, нужно выявить, какие вьевые средства по нам работают, нужно понимать, это вопрос только подготовки, опять же, если у тебя нет морально-психологической подготовки, ты здесь сдохнешь, потому что ты красиво стреляешь, цель, цель, пилу, пилу там, с хорошими статарами в кире, то я ничего не говорю, за угла там красиво нарезаешь, если тебе нет вот такого, знаешь, тебя гоняли там, брезень какой-то, давили-давили, постоянно вот обстреливали, где кровь, имитация крови взрывов была, ты нет работы, ты должен вот определиться, понимаешь, откуда додут, откуда партийник, по-моему, работает, нужно понять, когда вот все взрывается, все летит визги, кровища, бля, фишки, товарищи, лидер выпал, башка отлетела, ты в суете не можешь понять, что произошло, просто зажимаешься и орешь, это время тебя петушат, а ты должен четко быть, хладнокровно работать, выявить, найти партийника, по нему отработать, не зажать, здесь забронил, вот так, ааа, бля, лежать, а четко работать, для этого нужна, такая специальная подготовка должна быть, однозначно, конечно, нужно стрельбу, знать баллистику, прочую канитель, все, как это работает, ну опять же, искать естественное укрытие, которое имеется, там, какие-нибудь, окопчик, блин, какой-то, лунки, допустим, как управлен, после этого, бля, как оно, бля, обострелок, как называется, воронки, воронки, какие-то, бля, естественное укрытие, бугорок какой-нибудь, там, бля, должен сразу определить, если я дышком есть, как бы, находиться возле бронежной, ну, опасно,